Это актуальное интервью на телеканале Своё ТВ. Меня зовут Роман Выстараб. Здравствуйте. О главном и актуальном на сегодняшний день. Около двух тысяч предпенсионеров края получили новую профессию. Сегодня поговорим о трудоустройстве. У нас в гостях Ирина Хрускина, начальник отдела профессионального обучения и содействия занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске работы Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Ирина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Актуальная тема на сегодня – трудоустройство, тем более предпенсионный возраст. Эти две тысячи человек, которые уже получили новую профессию, все это работает в рамках нацпроекта. Правильно? Абсолютно верно. Что это за нацпроект? В рамках нацпроекта – демография. Это в рамках указа президента. В рамках 2018 года у нас ряд мероприятий реализуются за счет федеральных средств при софинансировании краевого бюджета. Цель и задача этого проекта? Цель и задача проекта направления разные, поэтому одно из направлений, которое мы реализуем – это обучение граждан претензионного возраста. Цель его – это повысить квалификацию нашей категории граждан, которая, возможно, попадет под изменение законодательства по пенсионному возрасту. И чтобы не остаться им без работы, чтобы не остаться им без носа к существованию, было придумано вот это мероприятие обучения граждан. Для того, чтобы их смотивировать, их подтолкнуть, чтобы они получили новую какую-то профессию, могли, может быть, заняться самозанятостью. Ну и ряд других возможных примеров, которые им дадут более широкую возможность к трудоустройству, к открытию собственных возможностей. И вот начнем. Возраст. Какой категории возраста люди уже могут воспользоваться получением новой профессии? Вот новое у нас такое понятие, да, граждане претензионного возраста – это за пять лет. То есть, если раньше было за два года, теперь это расширили за пять лет. Это, получается, мужчины 59-го, 63-го года рождения, вот в этот промежуток, а женщины 64-го по 68-го года рождения. То есть, вот эта категория может принять участие в нашей программе. Как это все проходит? Как работает эта программа? Программа работает. У нас две категории – это работающие граждане претензионного возраста и ищущие работу, то есть, которые не заняты трудовой деятельностью, другими словами, да, которые работающим мы заключаем в соглашении с работодателем, который предлагает своим работникам повысить свою квалификацию, получить новое образование. А из числа неработающих здесь работают службы занятости активно, из ранее состоящих на учете, из состоящих нынешних на учете граждан, которые, возможно, проходили мимо, зашли узнать, да, и попали под эту категорию, предлагают обучение. И такой категории мы еще оплачиваем, платим стипендию за весь период обучения в размере минимальной оплаты труда. В этом году у нас состояло 11 280 рублей. Как у Чехова молодая была не молодой, так как молодые студенты. Да. Какие направления в этом проекте, то есть получается два направления, вот работающие и неработающие, да, то есть идут. Как проходит обучение? В какой форме? Обучение проходит, мы стараемся использовать гибкие формы, потому как у нас две категории есть, и каждая категория по-своему там располагает своим временем свободным, да. Если это рабочий, работающий гражданин, то, значит, мы согласуем с работодателем, это может быть внеурочное время, вот без отрыва от производства, это может выходные дни, это может быть сокращенный рабочий день какой-то. Вот, если это число ищущего работы, ну, тут попроще как бы, но в любом случае мы используем все формы обучения. Это вечерняя, очно-заочная, это дистанционная форма обучения. Не все профессии, конечно, мы можем дистанционно обучать. Бывает, что можно частично использовать, да, где-то теорию можно дистанционно, а практику уже тут надо будет прийти в учебный класс, например, там, и попробовать себя уже в деле в каком-то. То есть также все лекции, все сдают, все выяснили. Обязательно лекции, также экзамены, получают диплом, вот, или аттестат, который имеет государственные образца. То есть мы работаем с образовательными организациями, которые имеют только лицензию. То есть никакие иные, там, левые, мы, конечно, с такими сотрудничать никогда не будем. Документы мы проверяем, они проходят регистрацию в Министерстве образования, то есть это и подведомственные Минобру, и самостоятельные какие-то частные предприятия, но имеющие обязательно лицензию. По каким направлениям можно обучаться? Есть ограничения? Вообще направления у нас ограничений нет. Но в первую очередь мы предлагаем из востребованных на рынке труда профессии, для того, чтобы потом, как бы, работающий гражданин, тут проще. Он работает, он продолжает работать, да, вот, получает дополнительную профессию, он только себя расширяет возможности, да, он может, может быть, совмещать какие-то должности, да. Вот, а из числа ищущих работу, конечно, мы предлагаем востребованные на рынке, чтобы он не остался без работы. Для нас главная цель, чтобы он был трудоустроен, гражданин этот, вот, и продолжал свою трудовую деятельность, потому что еще до пенсии время есть, вот. Такой работал человек бухгалтером, потом раз, а решил стать ландшафтным дизайнером. Да, пожалуйста. То есть запросто. Да, если, особенно если потребность в этом есть, вакансия есть, то мы можем даже эту же вакансию его обучить и направить к работодателю. Но есть, как бы, некоторые профессии, они, возможно, можно открыться, заняться самозанятостью, так скажем, да. То есть есть люди обучаются и потом уже, может быть, работают сами на себя. Или, может быть, там, с детьми совместный бизнес делают. То есть и такое возможно, и такие примеры есть. Стоимость оплаты, как это все происходит? Стоимость обучения для наших граждан бесплатна, потому что оплачивает государство, на это выделяются деньги, я уже в начале нашего разговора сказала, что финансирование из федерального бюджета, и 5% это краевой бюджет. Поэтому стоимость обучения определяется у нас, так складывается, 52 тысячи рублей за весь курс обучения на одного работника. Но таких дорогих у нас, как бы, нет в крае по стоимости профессии, не стоит столько. Поэтому мы компенсируем расходы 100% работодателям или платим за гражданин из числа ищущих работу, непосредственно образовательная организация, оплачиваем его курс обучения. Ух ты, это здорово. Как идти, куда обращаться? Человек решил получить дополнительное образование или поменять, переквалифицироваться? То есть он может и дополнительно получить, и переквалифицироваться, да, в принципе, можно? Да. Получить дополнительное профессиональное образование, новую профессию, переквалифицироваться. То есть все возможные вот эти дополнительные образовательные услуги. Он обращается в центр занятости. Все очень просто по месту жительства. А там дальше специалисты уже, они даже могут, у нас есть профориентаторы, которые могут даже определить склонность к профессии. Если человек пришел, желает на одну профессию, мы можем его протестировать, общаться, и может какую-то выявить склонность еще в другом направлении, сориентировать его на другую профессию, и это будет гораздо лучше даже. А вот такие случаи? Приходит человек просто в центр занятости и говорит, не знаю, вот хотелось бы вот что-то поменять, свою профессию. Ну вот интересно вот ближе это, 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 но толком не знаю, что хочу. То есть можно за счет тестирования определить? Обязательно специалист подберет ту профессию, причем не одну даже. С учетом навыков, да? Да, с учетом навыков, с учетом наклонности каких-то там внутренних резервов. Поэтому это все возможно. Только надо прийти, прийти, вот и воспользоваться услугами. В дальнейшем обучились, в трудоустройстве помогают? То есть получить новую профессию – это одна ступень. А вот потом трудоустройство, все-таки возраст такой. Конечно, у нас очень большой банк вакансий, конечно, мы стараемся уже подбирать. Пусть, может быть, не сразу, но в течение какого-то периода времени все равно наши специалисты не бросают. Главное, чтобы сам гражданин не ушел никуда. То есть поддерживал связь, просматривал вакансии, мы даже используем смс-сообщения. Зарегистрироваться и будет получать смс-очки уже на те профессии, которые он желает. Обучение где проходит все это? Обучение проходит в образовательных организациях на территории Ставропольского края. То есть можно и выбрать, допустим, и любую другую образовательную организацию, которая не находится на нашей территории. Может, какая-то такая специфическая профессия, где у нас не учат, бывают такие случаи. Дистанционно, если это возможно, мы обучаем даже и в Санкт-Петербурге, и в Москве. То есть проблема, не обязательно человек должен жить в Ставрополе? Нет, не обязательно. В районных центрах? То есть даже те, кто в отдаленных уголках наших муниципалитетов, также могут участвовать? Да, также у нас есть поселения, которые нет образовательных организаций, естественно. Мы используем тут как раз-таки дистанционную форму обучения. Мы даже выездные какие-то там курсы, мы договоримся с преподавателями, которые могут приехать и провести какие-то учебные уроки, классы. Как давно работает этот проект уже? С этого года он у нас работает. Мы запустили его с марта месяца. Поэтому будем до 2024 года включительно обучать. Еще есть возможность, да? Конечно. Потом я хочу немножко наперед сказать, что со следующего года, возможно, у нас расширится категория. Не только граждан припенсионного возраста, но вообще граждане старше 50 лет. Поэтому расширяются возможности для людей получить новую профессию, либо повысить квалификацию. То есть сейчас у нас вот только за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Да. Если кто-то свыше, уже претендовать на это не может. Да. Вот со следующего года возможно... И младшие тоже не могут. И младшие не могут. Те, кто работает уже в организации и повышает... У них те же самые условия, да? И базы, и те же самые образовательные, и обучение. Там может работодатель сам выбрать образовательную организацию, могут воспользоваться услугами службы занятости, которые предложат образовательные организации. Так, в любом случае, хоть по первому, хоть по второму, так скажем, выбору, все равно мы проверяем, чтобы была лицензия. Мы деньги не возместим расходы работодателю, пока не соберем весь пакет документов, необходимый для возмещения расходов. Это чтобы задолженности не было у работодателя перед работниками по заработной плате. Вот, чтобы была образовательная организация лицензированная. Вот эти документы, они как бы дают гарантию гражданина на обучение, получение соответствующего диплома. Это здорово. Скажите, какие-то еще изменения планируются у нас в предоставлении того же обучения? Вот вы сказали, на 5 лет, до 50 лет увеличится еще что-то новое. Для данной категории еще будут у нас дополнительные расходы предусмотрены. Это если обучение в другой местности. То, что я сейчас сказала, в этом году у нас используется эта форма, но только дистанционно. То есть человек сам не может поехать и обучиться где-то за пределами края. То на следующий год нам выделяются дополнительные средства именно для проживания в другой местности. Проезд, проживание, чтобы обучиться можно было в другом городе. В другом субъекте, например. Поэтому мы будем за него оплачивать проезд, проживание и суточные. Мы касались с вами трудоустройства. Какой процент тех людей, которые получили новую профессию, трудоустроились? Есть ли такая статистика? Да, у нас больше 80% люди заняты трудовой деятельностью после обучения. То есть сменили полностью профессию на другую и спокойно работают? Да, и спокойно работают. Это здорово. Я знаю, что еще будет для мамочек условия созданы для повышения квалификации. Это также будет в рамках этого же проекта. В рамках этого 16 проекта «Демография». У нас вводится еще дополнительная категория. Для женщин, которые воспитывают детей до 3 лет, находятся в декретном отпуске, состоящих в трудовых отношениях с работодателем. И категория вторая – это неработающие мамочки, но воспитывающие детей до школьного возраста. Вот две категории, которые мы будем также обучать бесплатно. По таким же программам обучения, которые могут сами выбирать, можем мы предлагать. Из числа работающих мамочек, которые в декрете находятся, это как бы помощь их вспомнить за тот период времени, пока они отсутствовали на работе. У нас же прогресс не стоит на месте. Меняется, что какие-то новые программы, допустим, работодатель вводит. И вот чтобы прийти и сразу приступить к работе, мы поможем адаптироваться быстрее на рабочем месте. Мы поможем освоить какие-то новые программы. И мамочка выйдет и будет спокойно продолжать трудовую деятельность. То есть условия те же самые? То есть по документам? Да, те же самые условия, те же самые образовательные организации. И также бесплатно будет проходить обучение. Пакет документов сколько? Пакет документов абсолютно, трудовая книжка, паспорт и все. Если женщина имеет группу инвалидности, то обычно просим программу реабилитации, которая написана, какие ей показаны противопоказания, чтобы учесть это и не научить, не обучить ее этой профессии, по которой она не сможет в силу своего здоровья, ограничения по здоровью, работать. То есть это ни нам не нужно, ни тем более этой женщине. Вот мы с вами как раз коснулись люди, скажем, с ограниченными возможностями. Они могут участвовать в этом проекте, в этом образовании? Конечно, абсолютно ограничений никаких нет. Но только чтобы она вот под эту категорию подходила. А так мы подбираем индивидуально тогда уже, с учетом медицинских заключений, уже подбираем профессию. И так же с трудоустройством? С трудоустройством помогаем. Потом у нас еще есть программа, но это за счет краевых средств, стажировка. Мы там стажируем выпускников молодых и инвалидов. Помогаем адаптироваться на рабочем месте. Это тоже очень хорошая такая программа. До трех месяцев. Выпускников наших вузов? Выпускников наших вузов, да. И любых инвалидов, которые ставят на учете у нас или приходят к нам. И какое-то время они не работали, потерялись, где-то, может быть, получили вот это заболевание. Мы их можем обучить новой профессии или дополнительной профессии. И еще и организовать для них стажировку, чтобы они попробовали себя, как свои силы, свое здоровье, как они смогут работать на производстве. И потом работодатель уже предлагает постоянно рабочее место. А мы работодателю компенсируем за это время оплату труда, еще плюс наставник. Вот студентов хотелось бы коснуться. Вот раньше было в институтах направляли на стажировки, то есть это было обязательно. Сейчас может любой студент прийти в службу занятости, подать заявление на стажировку, и география неограничена у него поехать. Или все-таки есть какие-то... Мы только находим работодателей в той местности, где он, допустим, проживает. Ну и можем, конечно, мы организовать стажировку там, но только не за пределами Ставропольского края, потому что работодатель должен на территории Ставропольского края находиться. Поэтому мы можем предложить, например, может, там с Новосельского района в городе Ставрополь, если он как раз-таки, работодатель нуждается в его профессии, выбранный, да, и полученный. Вот тут как раз-таки мы можем и работодателю хорошо сделать, да, вот заполнить его вакансию, которая требуется на ту или иную должность, да, а выпускнику помочь ему также получить навыки определенные, да, и работодатель может посмотреть на него, как он в работе, да, вот насколько он выполняет требования, насколько он профессионально к этому подходит. Но студенты обращаются уже? Конечно, конечно, у нас уже три года это мероприятие, поэтому мы, в принципе, активно уже стажируем, так скажем, такую категорию. То есть, я подумал, вот есть ведь профессии, которые у нас получают студенты, например, факультет нефтегаза, то есть ребята в основном это уезжают в Западную Сибирь, Дальний Север, что думал, может быть, отсюда можно направить только на территории. Ну, Ставропольского края, да, пока так, потому что это деньги краевые, поэтому мы вот заполняем, так скажем, потребности наших работодателей. Возвращаясь к предпенсионерам, то есть предпенсионеров обучаем, а с пенсионерами какая обстановка? Могут они получить какое-то дополнительное образование или переквалификацию? С пенсионерами у нас также проводится отдельная работа, и также предлагается у нас и профориентируем мы их, и обучаем бесплатно. Ну, на протяжении, с 10-го года где-то у нас идет эта программа, мы обучаем за счет средств краевого бюджета. Если у нас со следующего года увеличится, расширяется категория 50-й старше, то сюда будут попадать и пенсионеры также мы будем обучать, и из числа работающих, и из числа ищущих работу. Поэтому те же, так скажем, возможности получить любую другую профессию или дополнительную профессию, продолжать также трудиться или, наоборот, выйти на работу. Может быть, есть пенсионеры, которые ушли на пенсию, какое-то время посидели и решили, что все-таки есть еще силы, есть еще желания. Но на то предприятие он уже не вернется, куда-то пойти и заняться другим видом деятельности. Предприятие может взять пенсионера, то есть если у него прошел переквалификацию или повышение? Конечно. Тут же работодатель не ограничен. Конечно, многие хотят молодых, но и есть у нас работодатели, которые хотят работать и со старшим поколением, которые имеют опыт, которые могут его передать молодому работнику. Поэтому эта категория тоже среди них востребовано наше обучение. Обучение различное. Часто, конечно, пользуются у нас пенсионеры такими профессиями, как охранник, как оператор котельный, потому что это работы такие по скользящему графику. В принципе, оплачиваемые неплохо. И помощь к пенсии, к той небольшой, возможно, пенсии. Работающие пенсионеры также могут повысить и остаться, например, на... Вот работающие нет. На сегодняшний день мы работаем только из числа неработающих. Вот в рамках нацпроекта «Демография» вот тут как раз-таки нас уже ничего не сдерживает. Мы будем и с числа работающих, и с числа нетрудоустроенных. То есть тут, получается, данное направление позволяет, расширяет возможность категории. И такой, и такой участвовать в данном мероприятии. То есть пенсионеры отучились, повысили. Также с трудоустройством помогают и распределение идет? Обязательно. Да, помогаем, предлагаем. Также точно у нас есть вакансии, которые они могут прийти у нас, посмотреть на стенде, вот, в электронном, там, работа в России, если кто-то пользуется компьютерами, и также получать смс-сообщение. Вот, если он определяется, по каким профессиям он хочет работать, наши специалисты ему тогда смс-рассылку осуществляют, как только поступают новые вакансии, они им сразу направляют. Конечно, сложнее у нас в территориях, там, где отдаленные, маленькие поселения, вот, там, конечно, сработать гораздо сложнее, но, тем не менее, все равно люди пытаются, находят, мы помогаем в этом. А на какие наиболее востребованные профессии сейчас люди переходят? Отчет, предпенсионный возраст. Ну, вот, я вчера буквально просматривала, на кого мы все-таки обучили наших пенсионеров, или кто еще обучается, вот, настолько разнообразны профессии, что вот невозможно определиться, вот, какие более пользуются. Остаются также востребованные, как бухгалтера. Они обучаются дополнительным программам 1С бухгалтерии со знанием 44-го федерального закона, сложный закон по закупкам, да, и требуют дополнительных знаний. Вот, также и парикмахеры, также пекари, кондиктеры, повара. То есть у нас вообще кондитеры тоже сейчас очень пользуются спросом, то, что можно заняться самозанятостью, да, открыть собственное дело. Вот, из мужских профессий, это и токаря, фрезеровщики, и станочники, и автомеханики. И, ну, естественно, и с высшим образованием люди, которые при должности, тоже расширяют свои профессиональные возможности и обучаются дополнительным профессиям. Это по охране труда, это всевозможный инженер. Если он строитель, он еще дополнительно там какую-то профессию осваивает. То есть тут можно много и долго говорить о профессиях. И вот я хочу сказать, что я там вчера я насчитала где-то около 300 профессий, которые уже выбрали наши граждане предпенсионного возраста. То есть в большинстве случаев еще бывают люди, если предпенсионный возраст, для повышения, да, по должности, то есть он просто получает... Да, расширяет свои возможности, знания, чтобы... Был прораб, повысил свою квалификацию, стал начальником участка, соответственно, до пенсии доработал уже на новое должность. То есть можно с таким расчетом делать. И можно получить дополнительно смежную профессию или расширить свои возможности, чтобы получить, так скажем, вдруг данный объем работы будет закончен, и он не будет востребован. У него есть еще одно образование, где он может перейти в другой цех или перейти в другой отдел и продолжать работать. В большинстве случаев, наверное, получают профессию, чтобы уже самостоятельно на пенсии, чем-то своим заниматься. Все, что связано с ручной работой, наверное. Да, есть профессии, которые вот именно и те же мастера, и шить что-то, и петь что-то, и мастерить. То есть, пожалуйста, используйте свои руки и голову, да. А вот среди работодателей заявки больше всего на какие должности, специальности все-таки предпенсионного возраста подаются же? Ну, вы знаете, работодатель никогда не говорит о возрасте, потому что это вообще дискриминация, как бы и в рамках трудового законодательства это не положено. То есть, он просто заявочку дает нам на определенные профессии. Вот, кстати, те же все профессии, они у нас есть в планке вакансий. Просто они единственные, что, может, если граждане проживают в Левокумском районе, там, каком-нибудь, а потребность будет в самом, допустим, районном центре, да. Вот тут смотрим транспортную доступность, конечно, вот здесь бывают сложности, что на работу неудобно приехать. Но если это профессия со скользящим графиком, то тут можно тоже подстроиться и работать так же, приезжая и уезжая из своего поселения, допустим, в районный центр. — Среди молодых какие большие направления сейчас выбирают все-таки? — Вы знаете, молодежь тоже, она разноплановая, вот, и, естественно, стремится получить высшее образование, конечно. Но при недостаточном опыте они потом идут и осваивают еще дополнительные, так скажем, профессии, с которых они бы могли начать свою трудовую деятельность. Ну вот, как бы сказать конкретно, что вот именно вот такие пользуются, вот я не могу, настолько тоже обширные. — Нет такого, что в основном все идут там менеджеры, торговлю, или все-таки у нас востребованы профессии рабочие? — У нас очень аграрный университет очень готовит именно для сельского хозяйства, потому что у нас регион именно аграрный, да, очень много профессий, и они сейчас востребованы, да, по экологии обучаются, да. Также продолжают востребованы все равно быть и экономисты, и юристы, вот. То есть тут и очень много сейчас востребовано на рабочие профессии, потому что у нас все-таки работают инвестиции, проекты запускаются, там, где открываются цеха дополнительные, нужны люди, те же и овощеводы, и нужны там, допустим, и станочники широкого профиля, да, тут как раз-таки нужны именно с рабочими профессиями, и они сейчас задают более высокую планку и более востребованы. — Тут можно предпенсионному возрасту пойти в цех станочный? — Абсолютно верно, да. — То есть если ограничений по здоровью нет, человек смело может идти и работать? — Да, может на любую профессию идти работать, получить любую профессию идти. — Еще и пойти спокойно не работать. Не просто, это не просто получил и все, у меня теперь есть корочка, действительно человек может спокойно устроиться, как мы уже поняли, на любую профессию, и неважно, какой у вас возраст, остается только желание. — Да, самое главное, что приходите, мы всех обучим. — Ирина Михайловна, спасибо вам большое за этот интересный разговор, за интересную информацию. Для меня еще рано, но для многих наших зрителей, я думаю, будет очень интересно, что есть возможность и есть возможность и отучиться, и получить новую профессию, почему бы им не воспользоваться. — Приходим в Центр занятости населения, подуем документы, учимся. — И получаем корочку. — И получаем корочку. Все очень просто. Это было актуальное интервью. У нас в студии, я напомню, была Ирина Хрускина, начальник отдела профессионального обучения и содействия занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске работы Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского окраина. Меня зовут Роман Выстаров. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова